что ж ребят всем привет у нас сегодня заключительная серия кали зов тьмы если вы не смотрели предыдущей серии то добро пожаловать в плейлист кали зов тьмы если же посмотрели то давайте вместе с вами глянем чем же закончится эта волшебная мистическая необычная история а малы кан басу и ее братика ну что ж погнали ах да маленькое объявление друзья если вы не подписаны на этот сервис густи то пожалуйста подписывайтесь потому что таким образом вы поддерживаете мой канал и это дает мне стимул снимать больше чаще выкладывать и вообще в принципе быть здесь на ю тубе и еще я конечно надеюсь что там будет скоро много подписчиков и можно будет проводить розыгрыши в прямых эфирах с подарками а я это очень люблю так что подписывайтесь и здесь на ю тубе тоже и пожалуйста вы знаете что делать там написать комментарий для того чтобы и мне было приятно и вам тоже в общем погнали и так у нас серия 15 эпилог перед тем как открыть концовку выбери образ для своей героини что у меня живота что забурчал а так мы еще и в этой серии должны потратиться как следует обычная красная саре или же роскошная свадебная саре блин ну ребят ну что с вами делать конечно давайте роскошная свадебная саре за целых 66 алмазов ну что ж а еще свадебная укладка 32 алмаза ну короче сотку выбрасываем сразу гулять то гулять а еще и свадебные украшения ребят так свадебные украшения за 20 вот это кольцо в носу мне не очень нравится потому что я вот всегда думала вот девушки которые носят вот эти гигантские кольца в носу или еще где-то они не боятся что вот дернешь и просто порвется там все потому что даже когда сережку как-то что-то дернула неудачно она зацепилась за за кофточку было неприятно так свадебные украшения либо незаметные вот незаметные мне даже больше нравится ну ладно давайте будут за деньги украшения все самое лучшее все самое роскошное ну и клуб романтики завис от безумной божественной красоты амалы иди сюда пока клуб романтики завис мы зависнем с космо котиком до теперь тоже одежду какую-то купить ребят давайте купим что-нибудь для космо котика ну наконец-таки развис отлично вот что ты делаешь там что ты делаешь год подручные распахнули передо мной дверь когда я широким шагом вышла из комнаты в коридор там уже стоял шахар с бутылками пальмового вина в руках готовил зал приемов для гостей госпожа где служанки зачем возишься с их работой запропастились куда-то к собранию дюжины надо успеть вот и взялся найди их и приведи потом ко мне ты не обязан заниматься обслуживанием пока этих девок где-то носит а мало прям заговорила как хозяйка реально такая этих девок где-то носит шахар отмахнулся затем учтиво кивнул при всем уважении вам ли возиться с ними у главной госпожи найдутся дела поважнее а уж этих бестолковых девчонок я и сам накажу как скоро прибудет дюжина полчаса они все хотят выразить свое почтение поздравить вас лично а формальности ладно ступай не сердитесь семьи взволнованы вашим возвращением я скрестила руки на груди но отказываться не стала пусть сам разбирается со служанками не интересно нам покажут как вообще битва закончилась или типа просто в одночасье все как-то они там порешили мысли о том чтобы возиться с ними действительно утомляла я была главной госпожей бенгалии и той кто управлял всей дюжиной каждая из 11 семей подчинялась мне я вернула басу их былую мощь и встала во главе рода как истинная кшатрика ты главная госпожа дюжины дядя придет господин камал басу безусловно мне сказывали что он нервничал когда получил приглашение боится вашего гнева за ошибки прошлого какие ошибки пусть не переживает мне будет полезно познакомиться с будущим мэром калькутты о положении дел дяди мне рассказала сана которая после всех событий я нашла и забрала к себе мне было плевать что она белая вдова эта девушка помогла мне а потому заслуживала лучшей жизни чем скитаться всюду молодец она получила работу по дому и с благодарностью выполняла ее шихар снова поклонился удалился из сала я направилась дальше в зал приемов чтобы все проверить там же расположился амрит на нем блестел роскошной свадебной шарвани слава богу мы не одеваем амрита то я уже думала мы сейчас вообще будем тратить и тратить всю серию махарани то уже здесь проверяя все для собрания боги помилуйте ты собралась сейчас думать именно об этом амрит хорош ну в этом одеянии о чем мне нужно думать о нашей свадьбе они со всех сторон жужжат я устала было бы прекрасно иметь для тебя это такое же значение как и для меня я медленно подошла к своему мужу лукаво улыбаясь махара праздников у нас будет еще много но я не каждый день вступая в должность главной госпожи хочу представиться им как следует думаешь они о тебе не слышали половиной в глаза то тебе побоится смотреть еще целый месяц после бойни в подземелья мы восстанавливали наши дела я возилась с документами обсуждала переезд с кираном думала о бабушке амрит налаживал порядок в дюжне и культе наказывал предавшие его семьи затем настал наш долгожданный день сегодня мы поженились даже подготовка к свадьбе была громкой утомительной а сам праздник и подавно хотя мне начали кланяться задолго до свадьбы едва взгляды местных падали на мой палец где сияло фамильное кольцо госпожи дубей я заняла правящее место еще до того как вышла замуж за амрита вимал погиб но его место занял реши амрит ясно дал понять всем в дюжине что юноша не в ответе за отцовские проступки он помог нам в бойне и заслужил тем самым уважение благодарность амрит договорился со своим дальним марокканским другом занимающим высокое положение в обществе о визите реши поезжай туда будешь представлять нашу сторону в переговорах с господином кадиром в наших его интересах чтобы он получил должность еще выше мы поддержим его амрит строил долгоиграющие планы выходящие за пределы родной индии потом наступили другие более приятные хлопоты жить у дбф или восстановленной резиденции басу менять ли амриту фамилию на двойную амрит амриту фамилию менять амрит у нас жена господин дэвдас дубей у жена ситара с тем же рвением добавляли новых вопросов подождите у амрита есть мама которую мы не видели когда же наследник я нежно обвила шею амрита руками мы целый день празднуем нашу свадьбу могу я хоть ближе к вечеру выдохнуть его руки уверенно сомкнулись на моей талии нет женушка боюсь вечером у меня на тебя другие планы неужели господин басу дубей соскучился не верю что ты позволил поставить мою фамилию 1 есть вещи в которых я могу уступить лишь тебе а в чем еще ты мне уступишь за 55 алмазов амрит рывком привлек меня к себе ну судя по тому сколько мы потратили алмазов вообще на калия зов тьмы я думаю амрит должен приписать на нас имение и все остальное потому что вы это было конечно очень затратно с вызовом посмотрел мне в глаза чуть склонив голову на бок больше ни в чем не уступлю будешь мне подчиняться такой взрослый такой наивный ты ведь знала за кого выходишь замуж а ты знал на ком женишься амрит аккуратно поддел мой подбородок о да я прекрасно знал в зал случайно вошла служанка который по всей видимости отправил сюда шихар она замерла на месте когда застала господин и госпожу басу дубей сладковаркующих друг с другом прямо посреди зала это был не первый не второй даже не третий подобный раз знали все эти двое без ума друг от друга она даже извиняться не стала когда уходила ведь ее и не заметили вовсе такой яркий контраст сдержанные холодные господин амрит басу дубей менялся если рядом была его жена к ее ногам он был готов положить весь мир ну просто прелесть и лишь у нее хватало смелости спорить с ним перечить кажется именно за это он ее и любил а может это была лишь одна причина из миллиона как же ты тянешь я весь день лишь украткой посматривала на тебя из-за толпы вокруг сейчас посторонних нет но ты вновь испытываешь мое терпение махарадж амрит наклонился к моим губам до поцелуя оставалось всего ничего вкратчивый шепот попроси меня как следует и я сжала пальцы на его воротнике ответила с вызовом если ты сейчас не продолжу что я разденусь прямо здесь заставлю тебя смотреть на не позволю прикоснуться интересное должно быть зрелище сразу код прибежал такая где где уже не понравится все сразу поймут почему ты с меня глаз не сводишь амрит вновь взял меня за подбородок и с жадностью поцеловал словно дразнил себя даже больше чем меня я с готовностью поцеловала его в ответ целый день порознь мы могли лишь переглядываться стоять рядом или танцевать теперь мы остались наедине голодав по прикосновениям друг другом вы из тех пар чья страсть не угаснет никогда как это мило однако мне пришлось отстраниться скоро прибудут знатные семьи надеюсь примут меня как надо иначе и быть не может на тебе роскошное кольцо которое откроет любые двери золотая львица огибает твой палец ты главная госпожа какие могут быть сомнения а вот кто это львица хорошо что ты приняла его наверняка я выронил бы его во время бойни ты обладательница редко реликвии семьи дубая это вызывает уважение ты думаешь что только кольцо обеспечит мне уважение нет еще красивые наряды рубина алмазы хорошо тогда я возьму все это и накуплю себе кучу одежды на все твои алмазы на чьи а мало я надеюсь не на наши это была ирония махаране одного твоего взгляда достаточно чтобы закрыть рот и покорно слушать а у нас ничего не готово и где эти проклятые служанки я всплеснула руками огляделась не нервничай махаране тебе вредно эти слова я слышала слишком часто в последнее время потому что ребят потому что я была беременна за 100 алмазов офигеть просто офигеть или я была очень напряженной ну не знаю даже что сказать это какой-то странный момент ну ладно давайте будем беременны потому что была беременна ну и собственно говоря на этом видео заканчиваем потому что клуб романтики опять не работает супер спасибо клуб романтики за прекрасную игровую новеллу клуб романтики вернулся итак значит я была беременна окей муж бережно погладил мой живот не заставляет то лучшее что я мог сотворить переживать вместе с тобой то мы ведь не знаем мальчик это или девочка поэтому давай называть это но это чудо там у тебя в животе есть вот вот это вот а ты кого хотел бы махарадж девочку правда почему не сына амрид засмеялся кинув меня таким взглядом будто я сказала какую-то глупость воспитание этого парня обещает быть сложным а девочка каждый мужчина мечтает о дочери меня всю жизнь окружали братья дядя или шла лиц стала исключением любимая младшая сестра наверняка наша малышка будет твоей копией что пожав плечами амрид снова прикоснулся к моему животу и посмотрел на него как-то по-особенному никогда раньше я не замечала такого взгляда я хочу дочь которую буду любить также сильно как и тебя она точно будет вредной и упертой и своенравной мы все еще говорим обо мне очень красивый сильный я бы хотела обучать и воспитывать ее давать все о чем она только попросит забавно тебя это веселит я хотела сказать то же самое о мальчике хочу сына который будет похож на тебя неужели здесь придем к согласию блин ребят но это идеальный вариант реально чтобы родить и дочку и сына и чтобы и чтобы они были похожи на родителей на тех людей которые любят друг друга супер единственным кого мне теперь не хватало был киран ему пришлось учиться жить на две страны потому что переезжать в калькутту он не захотел но и остаться один в англии не мог он должен был проводить несколько месяцев в лондоне под присмотром тьютора и еще несколько здесь с нами таков был план киран обзавелся друзьями и даже девочка с которой теперь ухаживал подождите аджая где а также у него появилась возможность поступить в австрийский университет по спортивной стипендии я не хотела лишать его привычной жизни позволила ему быть самостоятельным он вырос морально и убеждал меня что может позаботиться о бабушке о себе сам хотел чтобы у меня была своя жизнь в общем тут бабушка тоже умерла и рассказал что перед смертью он обрамотала что-то о пауке и сотканной паутине в зал вошла другая служанка я не приняла почему киран остался там при каких выборах он мог остаться здесь но в смысле с с малой прошу прощения семьи прибывают види мы сам ритма опустились на диван стоящий в центре зала ну роскошно ребят что сказать роскошные красивые люди впереди нас ждала длинная насыщенная жизнь заняв места предназначенные нам еще с рождения мы могли принести в этот мир хоть чуточку гармонии и правильности хоть наша правильность и заключалась в том чтобы спорить и подкалывать друг друга а потом страстно любить вот такими были главный господин и госпожа западной бенгалия этот хаос был нашим порядком а где ребята ну я вижу что тут рейтон стоит все вокруг это цикл у всего есть свое начало и свой конец это требует понимания ведь в стагнации нет жизни жизнь в круговороте в разрушении старого и создании нового в рождении и смерти в любви и ненависти вере без которой все теряет какой-либо смысл события прошлого влияют на настоящее все что происходит в настоящем возымеет последствия в будущем замкнутый круг где мы живем в мире построенном предками пока совершенствуем его для наших потомков это именно та мудрость которую несет в себе богини времени и разрушения сменяющая гнев на милость подобно фазам луны команда клуба романтики поздравляет вас окончанием этой истории спасибо большое всем спасибо спасибо ребят спасибо вам вы молодцы вы молодцы все молодцы и звук отличный да да отлично все прекрасно и нам сейчас он наверное дадут 100 алмазиков до за прохождение до плюс 100 алмазов ну хотя бы деньги за беременность вернули ну что сказать ребят я очень очень довольна что мы наконец закончили одну из историй да хотя бы кали закончили уже я конечно думала что мы продолжим историю с киллианом тогда когда у нас был переломный момент помните на пудже я все-таки думала что история продолжится с киллианом новые убедили все-таки с амбритом добыть вот сам ритм такой финал мне интересно какой финал с киллианом я еще не доиграла на другом телефоне до финала кали за в тьмы с киллианом если вдруг будет желание я запишу еще финал с киллианом короче я хочу реально поблагодарить у чему из зайка обнял мою ногу тут лежит вы не видите он он мою ногу обнимает не видите короче он тут обнимает лапами мою ногу вот так маленький мой заяц хочу поблагодарить команду клуба романтики потому что это огромная работа это и написать сценарий да и прорисовать всех персонажей и диалоги все платные бесплатные выборы все продумать так чтобы было интересно чтобы были разные концовки и это реально очень круто музыка отдельный респект ребята клуб романтики вы просто мой гений потому что вот это музыкальное сопровождение где надо нагнетает где надо успокаивает где надо добавлять романтики это реально очень классно что хочу сказать по поводу финала мне не понравился финал в том плане что не хватило чего-то какой-то немножко скомканный он получился я не поняла где лима где килиан где что с рейтоном то есть как-то они взаимодействуют или всех там куда-то ну рейтон то понятно он вроде как остался а где килиан и лима их убили или их просто сослали в лондон что с габриэлем то есть вот эти моменты немножко непонятные я бы хотела все-таки узнать точнее чтобы они были в эпилоге по поводу выбора ребят я все-таки чуть-чуть до немножко жалею о том что не с килианом потому что килиан прикольный да он не такой классный как амрит не такой богатый в плане да потому что амрит все-таки он господин бенгали правильно там сказано а килиан всего лишь наемный работник с рейтоном у меня почему-то вообще не было никаких вариантов строить любовную линию потому что но это частица бога и все равно амала это человек да даже если у нее есть божественная какая-то искра сила она человек и строить отношения с аватаром что-то как-то непонятно ребят все-таки есть ну боги боги и есть люди и им наверное не обязательно смешиваться ну как сказать мне кажется бог он любит всех но это вряд ли такая же любовь как между людьми короче надеюсь вы меня поняли но сли мы вообще не было варианта никакого строить отношения потому что мне это не близко и только дружеские отношения окей но мы вроде сли мы их построили я надеюсь вам понравилась вся эта история напишите как вам финал вообще понравилось или нет мне интересно кто родился у амала и амрита вообще что у них там еще было интересно может быть когда-то выйдет продолжение калия зов тьмы и где дети амала и амрита там что-нибудь будут вытворять а может быть и не выйдет ну и ладно что же ребят пишите пожалуйста какую историю снимать следующий внизу в комментариях к видео мы с вот этим маленьким прилипалый который никак не отцепится от моих штанов мы с вот этим маленьким прилипалый любим вас целуем обнимаем благодарим за то что вы смотрите будем рады если вы подпишитесь на бусте и до новых встреч друзья пока пока